саду санга практические аспекты общения с преданными и особенно понимание разных уровней преданных есть три уровня преданных в широких понятиях три широкие категории конечно каништадрикари это первый уровень потом второй уровень это мадхиматикари и утама высший уровень три уровня преданных джайва дхарме 8 главе есть удивительное объяснение разных категорий преданных там объясняется что каништадрикари начинает путь бхакти но они еще не являются настоящими бхактами они станут бхактами но пока не являются ими они поклоняются кришне сферы это их положительное качество но на тат бхактешу чаньешу они не поклоняются преданным и не поклоняются никому другому их преданное служение частично них есть вера это главное их качество у них есть вера и есть сам бандагян они знают кто такой кришна есть много людей особенно в индии они поклоняются кришне но они не знают кто он такой они идут домой вы видите что они повторяют харе кришну в экстазе у них есть алтарь на алтаре кришна вишну ганеш шивджи матаджи бабушка дедушка там все у них на алтаре стоят и они думают что кришна возможно это полубог или это воплощение вишну но они так или иначе поклоняются ему он какой-то там игривый такой они любят кришну но они не знают кто он такой них нет еще самбандагьяны и они еще не конечно дикари такие люди чтобы быть конечно дикари нужно понимать базовые принципы что такое джива живое существо что такое ишвара верховный господь что такое материя дух что такое бакте и прямо по крайней мере это нужно знать это самбандагьяна итак самое главное это вера шилу гурдев говорит что преданные является конечно дикари пока у него нет еще опыта прокрыта пока у него нет трансцендентных настроений это конечно дикари когда он поклоняется это материальное все еще он сам еще целиком находится корнями в материальном мире поэтому его называют прокрыта бакты и предметы которые он использует лампада плоды благовония все это вещи но у него он предлагает их кришне но у него нет еще настроение это конечно дикари прокрыта бакта гурдев говорит арчина который совершает конечно дикари совершается грубым физическим телом и тонким ментальным телом это означает что настроение в настроении грубое и тонкое тело преобладает в его поклонении влияние грубого и тонкого тела но баджане физическая и умственная сторона преданных уменьшается и духовная сторона увеличивается влияние духовной стороны но конечно дикари еще этого нет в этом разница между арчиной и баджана для того чтобы перейти на уровень мадхи мать якари конечно дикари должен поклоняться чистым преданным для того чтобы обрести настроение мадхи мать якари он Он более квалифицирован, чем Каништа Дикари, и у него есть четыре особых качества. Он понимает, что есть четыре разных личности в этом мире, и у него разные отношения, соответственно, к каждому из них. Он знает, что есть Верховный Господь, он знает, что есть преданные, он знает, что есть невинные люди, которые еще не знают о Кришне, которые еще не устойчивы к сознанию Кришны, но они не завидуют. Есть также четвертая категория — это завистники, и они против преданного служения. И по отношению к этим четырем видам людей, у него четыре разных отношения. По отношению к Кришне он испытывает чистую, бескорыстную любовь. Он не поклоняется Кришне, чтобы получить что-то для себя. Он поклоняется Кришне, потому что его привлекают качества Кришны. Он хочет состоять в чистых, немотивированных отношениях с Кришной. Он служит Кришне, чтобы удовлетворить его. Он дружит с преданными, в зависимости от их квалификации. Май-три — дружба. И Такур Бахтинут говорит, что... Что значит эта дружба? Как мы... Как проявляется наша дружба с преданными? В общении, в беседах и в служении. В трех вещах. Как мы относимся с преданными, в зависимости от нашего положения и их положения. Как мы общаемся с очень возвышенными преданными? Как мы общаемся с равными нам? И как мы общаемся с младшими нам? Это будет зависеть от нашего относительного положения. То же самое относится к беседам. О чем мы будем говорить с ними? Это тоже будет зависеть от этого. И служение тоже. Возвышенным преданным мы будем служить, как только возможно. Для них мы готовы на любое служение. Стирать носки и так далее. Все что угодно. Тогда как для... Я помню, когда я впервые пришел в Ашрум, я увидел Тирдху Махараджи. Он был долго с Гуру Девом, он очень продвинутый преданным. И в какой-то момент я предложил ему помассировать стопы. И он был в ужасе. Он сказал, нет, ты мне как отец. Итак, какое служение мы будем совершать по отношению к преданным? Это будет зависеть от наших отношений. И у нас могут быть дружеские отношения и формальные отношения. Иногда это не одно и то же. Один преданный может быть с формальной точки зрения очень старшим по отношению. И другой преданный, хотя и младше нас, он может быть более продвинутый. Когда я пришел с Англ Гуру Дева, я увидел там преданных, которые гораздо более продвинуты, чем я. Но они родились после того, как я начал пытаться практиковать сознание Кришны. С формальной точки зрения, они должны меня уважать, но фактически я хотел получить нектар, который у них был. Сострадание по отношению к невинным. Кто такие невинные? Это те, кто не завидуют Кришне. Это значит, что те, кто еще не слышали вообще о Кришне, но они готовы. Или также Каништадхикари. Те, кто начали практиковать преданное служение, но их вера, комал, она очень мягка, податлива. Они могут упасть в любой момент. Они могут разочароваться. Мадхи Мадхикари должен вдохновлять Каништадхикари, чтобы они могли подняться на уровень твердой преданности, стойчивой преданности. Как Гуру Дева говорит, что тот, кто оставил материальную жизнь, но еще не обрел духовного вкуса, он в очень опасном положении, потому что он может упасть. И Мадхи Мадхикари хочет помочь Каништадхикари обрести вкус к служению, чтобы он мог встать устойчиво на ноги к духовной жизни и практиковать с энтузиазмом. И далее, четвертая категория — это завистливые. Завистливых нужно избегать. Мадхи Мадхикари пренебрегает ими. Он не подходит ко всем подряд, он не обнимается с тиграми, он не проповедует завистливым, потому что они его стянут в них. Утта Мадхикари могут дать веру каждому. Недавно я слышал один преданный, он собирал пожертвования от двери к двери. У одной двери его очень сильно обижали и оскорбляли. И он рассказал об этом Сарасфате Прабхупаде. И Сарасфате Прабхупаде сказал, вернись туда, и что бы они тебе ни дали, возьми это. И он вернулся. И он постучался. И там была женщина, она была в ярости. Она бросила у него старые одежды, хлестнула его старые одежды. И он сказал спасибо. И ушел с этой старой одежды. И вернул ее, принес ее Сарасфате Прабхупаде. И Сарасфате сказал, постирай ее как следует. Он постирал эту одежду. И затем они начали использовать ее в служении божествам. Может быть, они для фитильков ее использовали, еще для чего-то. И Сарасфате Прабхупаде через некоторое время сказал, иди вернись туда. И тот вернулся, постучался в дверь. Что же сейчас будет? И женщина открыла, и она плакала. Пожалуйста, простите меня, я совершил такое оскорбление. Чистый преданный может создать такую веру, но мы не находимся на таком уровне. Мадхи-Мадхи-Кари. Мы еще не находимся на уровне Мадхи-Мадхи-Кари, но мы пытаемся подняться на этот уровень. Поэтому, если кто-то завидует, мы должны избегать таких людей. И вопрос возникнет, что, а если родственники завидуют, то что нам делать? Мы не должны доводить ситуацию до крайности и оставлять таких людей. Мы должны строить с ними отношения формально, но мы не должны общаться с ними, концертироваться с ними по духовным вопросам, иначе будет социальный хаос. Как, например, если кто-то из родственников сказал, «Мне Кришна не нравится», мы сразу говорим «демон» и уходим из дома. Это просто хаос. Хаосом закончится. Так или иначе, мы не должны преждевременно отрекаться от кого-то, от отношений. Общение не подразумевает обязательно физическое общение. Это означает советоваться с кем-то по духовным вопросам. Вот что значит общение. Итак, мы поговорили о Мадхи-Мадхи-Кари. Это большая категория. И в конце концов, Уттама, тот, кто видит, что на самом деле он обладает безграничной любовью к Кришне, и он видит свое настроение в каждом. Как, например, гопи, хотя они выше даже, чем Уттама-Хикари, но они говорят, облака так любят Кришну, павлины так любят Кришну. Посмотрите, как олени, как они приходят со своими мужьями и смотрят на Кришну. Они могут приходить в любое время дня, но мы не любим так Кришну, как они. Они чувствуют себя так, что мы не любим Кришну. Все остальные любят Кришну. Они выше Уттама-Хикари, но это настроение Уттама-Хикари. Они видят всех живых существ в Кришне. Это Уттама-Хикари. Уттама-Хикари считают всех, кроме себя, преданными. Как тогда Уттама-Хикари может проповедовать? Он не может проповедовать, но ради проповеди Утта-Матхикари может опуститься на уровень Мадхима. И мы понимаем, что наши ачарьи на этом уровне, хотя они Утта-Матхикари, они не сходят на уровень Мадхима, чтобы проповедовать, поэтому их проповедь очень могущественна. Для такой Уттама-Бхагаваты мы относимся к ним с настроением служения и предания. Что бы у нас ни было, какой прок от этого для нас? Это все равно, что нырнуть в море с грузами на теле. Вы утонете. Все, что нам принадлежит, наша слава, наша удача, наше хорошее качество, образование, сами по себе все эти качества, они утопляют нас, тянут на дно. Но если мы можем отдать их, посвятить их Кришне через этого чистого преданного, он может занять их в служении Кришне и вернуть их нам, возможно, может быть, не сразу. Кто-то может быть очень образованным, но гуру может не дать ему сразу этого служения. Он скажет ему, «Уйди, стирай одежду, как Наратам Токур». Сначала какое служение он делал? Он убирал испражнения за своим духовным учителем, и через некоторое время он стал проповедовать. Искänge tried. Если мы отдаем все это, лотосмастапам Гурудева, в какой-то момент он может нам вернуть все это, и мы можем занять это в служении Кришне. Каништадьикари, Мадья Матхикари, Утта Матхикари. Сейчас мы находимся на уровне Канишки, но мы должны пытаться в общении с Мадья Матхикари, в общении с преданными Мадьями. Мы должны пытаться подняться на этот уровень, мы должны пытаться строить отношения с людьми, как Мадье Матхикари. Мы должны пытаться различать между преданными разными уровнями преданных, видеть, кто завистлив, кто невинен. Как мы это сможем сделать, приняв прибежище более опытных, чем мы? И постепенно, потихоньку, мы приобретем их разум, их настроение, их понимание. А если они утомат хикари, мы должны с преданностью служить им. Продолжение следует...